На 2020 год у нас запланировано 132 тысячи квадратных метров водных площадей. Сумма, выделенная для выполнения данных работ, собранная населением города и выделенная бюджетом, составляет порядка 13 миллионов рублей. В соответствии с указанными цифрами, на сегодняшний день у нас планируется по титульному списку 29 жилых домов по капитальному ремонту. Цифры немалые, с учетом того, что часть домов уже получили обновленный вид. Всего в городе на балансе жилищного ремонтно-эксплуатационного управления их находится более тысячи. Реанимировать тех, чей возраст больше двух десятков лет, непросто. Однако к каждому отдельному проекту подрядной организации заказчик подходят комплексно. Ремонт кровли, ремонт фасада там, где это необходимо, ремонт балконов и ремонт инженерных коммуникаций. Более конкретно по каждому дому это можно узнать у нас в отделе капитального ремонта, где любой жилец может ознакомиться с видами работ, которые будут. Кроме того, в соответствии с законодательством, до начала капитального ремонта мы проводим собрание. На каждом адресе, где будет начинаться капитальный ремонт, где жилецов. На общем собрании знакомим с теми видами работ, которые будут выполнены на данном адресе. Сейчас в активной разработке по городу несколько адресов. Продолжаются ремонтные работы по адресу улицы Мискевича, 11. Здесь проведен ремонт кровли. Сегодня идет модернизация фасада. НОМС завершает плеяду реконструкции по одной из старейших улиц города. И уже совсем скоро здесь будет еще более уютно и красиво. На спортивной 6 строители активно занимаются реконструкцией фасада. Часть стен уже ярко покрашена, чем радует глаз прохожих и жильцов. Всего в активной фазе ремонта в городе 4 объекта. Еще 3 на первом этапе работ. Это Волгоградская 3, бульвар космонавтов 33 и набережная 28. Еще каких-то 50 лет назад именно здесь проходила граница между Брестом и Брестским районом. А сегодня это уже практически центральная часть города. Улица набережная Франциска Скорины, дом 28. Совсем скоро здесь начнутся работы по капитальному ремонту. Располагающиеся вокруг пятиэтажки получили обновленный вид в последние несколько лет. Теперь очередь за самым крупным домом района. Его проект в народе называют книгой. Внешнее строение похоже на открытую книгу, обращенную на юго-восток. Дом хорошо просматривается с моста и встречает всех, кто приезжает в наш город из Европы. В своем большинстве живут здесь старожилы. Те, кто заветные квадратные метры получил 45 лет назад. Евдокия Дмитриевна здесь с момента сдачи дома. Женщина вспоминает, с какой радостью они ждали заселения. Однако время идет, и дому нужен ремонт, уверена женщина. Заселились мы в 1975 году. Мы самые первые были. Жили на таких квартирах, на этажах. В финские домики еще были. Дети болели. Мы бежали сюда бегом. А прибежали такой район хороший. Свежий воздух, красота. Дом новый, комнаты большие. Очень хорошо было. Мы старимся, и дом состарился. 45 лет уже дому. Конечно, что он износился, уже требует ремонта. Но, наконец-то, ждали. Согласно проекту, ремонт дома номер 28 включает ряд принципиальных позиций, к работе над которыми мастера приступят уже совсем скоро. По набережной 28 в соответствии с разработкой проектно-сметной документацией будут выполняться работы по ремонту кровли, работы по ремонту балконов, замена окон в местах общего пользования и замена трубопроводов отопления, водоснабжения в подвальных помещениях дальнего дома. Это основные виды работ, которые будут выполняться в соответствии с работой проектно-сметной документации. Еще замена дверей в местах общего пользования будет проведена частично, там, где есть необходимость ремонта от мостки. По фасаду будут выполняться работы, обвиваться плитка, там, где она имеет нехорошее состояние. Данные места будут штукатуриваться и закрашиваться. По балконам будет ремонт ограждений с заменой экранов. И где необходимо, значит, будет ограждение меняться, где необходимо будет выполнить ремонтные работы. Будут выполнены ремонтные работы.